Друзья, всех приветствую! Перед началом видео хотелось бы поблагодарить всех тех, кто подписывается на канал, оставляет комментарии и ставит лайки. Очень приятно наблюдать за вашей обратной связью. Я вижу, что информация для вас полезная. На самом деле, даже если вы запомните 10% из общей массы, то это очень хороший показатель, потому что потихонечку, помаленечку вы будете накапливать необходимый багаж знаний, которые в дальнейшем можете использовать в своей практике. Сегодня мы поговорим с вами об адгезивах, узнаем, что такое адгезия, какие виды адгезии бывают в стоматологии, на какие поколения делятся адгезивы. Также поговорим об смазанном слое, гибридном слое. Но начнём мы с самого начала, с определения. И адгезия — это прилипание-слипание. Также вы ещё встретите слово «бондинг», оно обозначает то же самое. И в стоматологии есть несколько видов адгезии. В разных учебниках выделяют кто-то два, кто-то три вида адгезии, но мы рассмотрим именно механическую, химическую и микромеханическую адгезию. При работе амальгамой или минеральными цементами пломбировочный материал будет фиксироваться в полости зуба за счёт создания ретенционных пунктов, то есть за счёт механической адгезии. Ретенционные пункты — это, по сути, определённая форма полости, которая задаётся врачом, плюс микро-шероховатости. За счёт этого при наличии жевательной нагрузки пломбировочный материал не будет у нас никуда съезжать. Работая поликарбоксилатным или стеклоиномерным цементом, происходит химическое соединение пломбировочного материала и твёрдых тканей зуба. Химическая адгезия, она сильнее, чем механическая. Если же мы работаем композитом, то там процесс адгезии происходит за счёт образования гибридной зоны или по-другому гибридного слоя. Далее мы поговорим об адгезивной системе. Она состоит из трёх компонентов — кондиционера, праймера и бонда. Кондиционер представляет из себя 37-процентную фосфорную кислоту, и она необходима для деминерализации эмали и дентина. На картинке вы видите, как выглядит кислота. Это обычный шприц, на который надевается конюля и вносится в полость. На изображении у нас отпрепарированная кориозная полость, которую увеличили под микроскопом. Красным выделен так называемый смазанный слой. Он образуется в результате препарирования и состоит из обломков адентобластов, кристаллов гидроксиапатита, микроорганизмов, ротовой жидкости. По сути, это мусор, который остался после препарирования. Также мы видим закупоренный дентиный каналец, в котором тоже могут быть микроорганизмы, и кислота поможет нам их раскрыть. В результате хорошего отравления мы должны наблюдать такую картинку, то есть у нас открытый дентиный каналец, несколько розированные коллагеновые волокна, на которые в дальнейшем мы будем наносить праймер. Праймер – это смесь гидрофильных соединений спирта или ацетона, и он необходим для образования гибридного слоя. У нас есть открытый дентиный каналец, на который мы наносим праймер, он впитывается и образуется гибридный слой. После чего мы наносим бонд, это смолы, и они необходимы для связи композита с гибридным слоем и эмалью. Перед нами три этапа адгезивного протокола. Мы видим смазанный слой и обтурированный дентиный каналец. Берем кислоту, наносим, моем, сушим, дентиный каналец открывается, и коллагеновые волокна готовы к пропитыванию праймером. Наносим праймер, наносим адгезив, адгезив попадает в открытый дентиный каналец и закрывает его. После чего мы берем лампу, отсвечиваем, и на этом адгезивный протокол заканчивается. То есть наша полость, она готова к реставрации композитом. На сегодняшний день насчитывают порядка восьми поколений адгезивных систем. Для понимания немножко истории, с первого по третье поколения не используются в современной стоматологии, потому что они изначально выдавали не очень хорошие результаты, даже когда их изобрели в 70-е годы, они не пользовались особой популярностью, потому что сила адгезии была плохая. Если первые два поколения обладали просто плохой силой адгезии, то третье поколение, там с адгезией было всё плюс-минус нормально, но загвоздка была в том, что через полгода весь результат он просто разваривался. Но потом правило игры полностью поменяло четвёртое поколение адгезивов, поэтому мы начнём именно с него. Перед нами OptiBond FL от компании Care. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на этот адгезив, потому что, несмотря на то, что он в 96-м году был изобретён, или в 97-м, пользуются до сих пор дикой популярностью. Даже медийные врачи-стоматологи, которые выступают с обучащими курсами, с лекциями, зачастую в своей практике используют именно вот этот бонд. Также есть ещё один популярный адгезив, Syntag. Он тоже к четвёртому поколению относится. Плюсом четвёртого поколения относят высокую силу адгезии, больше 20 мегапаскалей. Минусы же — это сложность в работе. Сложность заключается в том, что большое количество манипуляций. Нужно нанести протравливающий агент, его смыть, взять баночку с праймером, взять баночку с адгезивом. Это всё время, а время на приёме ограничено. Поэтому в более старших поколениях производители решили пойти по пути увеличения комфорта для стоматолога. Они стали уменьшать количество баночек, соответственно, меньше манипуляций, которые надо делать, меньше затрачивается время, но из-за этого стало страдать силы адгезии. Четвёртое поколение, оно характеризуется самым высоким показателем силы адгезии среди всех восьми поколений. Пятое поколение запоминаем как концепция одной бутылки, представитель Single Bond от компании 3M, OptiBond Solo от компании Care. Здесь производители объединяют праймер и адгезив в одной банке, но всё равно нам необходимо использовать ортофосфорную кислоту. Шестое поколение – самопротравливающийся. Здесь понятно по названию, что мы не будем использовать кислоту, потому что она будет уже содержаться в баночке с праймером. Седьмое поколение или концепция «всё в одном», здесь кислота, праймер, адгезив находятся в одной баночке. Представители Bond Force 2 от компании Tokuyama Dental, OptiBond All-in-One от компании Care и последнее поколение, о котором мы поговорим, это универсальные адгезивные системы. Из таких интересных можно отметить N-Bond Universal от компании Tetrick, он выглядит в виде шариковой ручки. Также есть Scotch Bond Universal, то есть в принципе на конце будет написано «универсальные». Но в чём же заключается универсальность? Есть несколько видов травления эмали. Первый вид – это тотальное протравливание, когда кислота наносится и на эмали, и на дентин. Селективное протравливание, то есть избирательное, это когда кислота наносится только на поверхности эмали, и самопротравливание, когда кислота не используется, а кислотные мономеры содержатся в составе адгезива. И универсальные адгезивные системы дают нам право выбора. Мы можем либо тотально травить, либо селективно, либо вообще не травить, а просто наносить адгезив, засвечивать его и сразу делать реставрацию. На этом видео подходит к концу. Еще раз благодарю всех тех, кто поддерживает канал. Большое спасибо за обратную связь. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать их в комментариях. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok